Циркумфлекс пирожата, с вами Старпер и это многострадальнейшие 23-е патрынделки. Но сначала, перед тем как перейти к делу, я обращу ваше внимание на низ экрана, там можно подписаться на мой канал, будет очень здорово, если вы это сделаете. Обязательно сделайте, да, тысяча респектов всем, кто это сделает. Ну и колокольчик там нажмите еще что-нибудь, лайкусик какой-нибудь. Вот, все, переходим к делу, значит, многострадальные 23-е патрынделки. Во-первых, вам безумно интересно наверняка узнать, почему они многострадальные. А потому что я их записываю уже, наверное, пятый раз, если мне память не изменяет. И более того, они уже были записаны когда-то и все, что нужно было сделать, это почистить звук от моих охов, ахов, вздохов, схлипов и прочего мусора. Блин. Сейчас чувак со счетом. Не, нормально все. Вот, и, соответственно, залить на канапу. Но я этого не сделал, потому что я решил одно произведение из тех, о которых я говорил, убрать. В силу того, что оно мало кому будет интересно, на мой взгляд, и заменить его другим. А другое произведение нужно было предварительно посмотреть. И в силу его качества, хоть оно совсем небольшое, это произведение, смотрел я его в три захода. А там всего несчастных меньше полутора часов оно идет. Вот мне пришлось трижды садиться за его просмотр, чтобы закончить. Я уточню попозже, о чем конкретно идет речь. Ну, собственно, теперь-то я уже могу сказать, что, блин, я конкретно задолбался записываться. Потому что три раза я фылил, когда первую версию патронделок делал, я трижды фылил забеги. У меня там даже был забег, где я помер на коллекционере. Так, иди сюда. Я помер на коллекционере. И меня прям подмывало выложить забег, ну, как есть, со смертью. Но я подумал, что это, наверное, все же не очень будет честно по отношению к вам. Поэтому решил все-таки сделать нормальный забег. И у меня здесь сет предметов будет отличаться от того, потому что в том забеге, где я умер, я хотел его называть дурацкий забег. И закончился он по-дурацкому. Вот, закончился он тоже по-дурацкому, ну, смертью. Я думал, что это, в принципе, нормальное завершение дурацкого забега. Там совсем имбицильные предметы у меня были взяты. Но в конечном итоге решил, что нет. Да, все-таки нужно делать нормальный. Вот, и в этом забеге у меня по предметам имбовые всякие рейнджовые пушки. Имбовые на данный момент, на 24-м обновлении. Здесь у меня ножик, как вы видите, бумеранг, как вы видите. Еще есть детский топорик в пуле. И, естественно, осколки льда, которые нерфят, нерфят, нерфят. Но им все равно находится применение вне зависимости от патча и силы нерфов разработчиков. Казалось бы, сильно были они занерфлены в 24-м. Урон просто смехотворный. Но все равно, как оружие поддержки с их АОЕ-контролем. Ну и плюс еще можно ж налутать тройной двойной урон в аффиксах. Плюс можно просто аффиксами разогнать по дотам их. В общем, как бы их не нерфили, но играть с ними все еще можно. И может быть, если у меня совсем будет плохо клеиться дело с легендарными бумерангами. А как вы понимаете, именно на них у меня здесь расчет. Ну, хочется три легендарных бумеранга. И чтобы еще в каждом было бы плюс один к боеприпасам. Хотя тот, который будет в рюкзаке, в общем-то, не особо нуждается в этом аффиксе. Потому что АКР-рюкзак в любом случае будет выкидывать только один бумеранг. Вот. Ну, тем не менее, хотелось бы. Вот, если с этим клеиться не будет, то, возможно, вы увидите и... О, как я был близок к рестарту. То, возможно, вы увидите и осколки. Ну, я, естественно, надеюсь на что-то более дамажное, бурстовое, вот, сразу же. Без всяких разгонов и так далее. Вот, и такие дела. А, ну и да, по навыкам у меня открыта только темная сила. И, как вы видите, я взял гранату охотника, чтобы получить шарные плюс один к статам. Ну, и, собственно, это я уже сделал. Вот, осталось 14 проклятий мне снять за дверь, которые остались. И, в общем-то, все будет четенько. Насчет оверстатов. Если что-то будет попадаться, я буду брать. Потому что, по сути, это не тесты, билды или что-то типа того. Это просто шоу-ран. Давайте, наверное, так это назовем. В общем, мне просто нужно поиграть в The Cells, пока я рассказываю вам о том, что посмотрел. И чем я хочу с вами поделиться вот за прошедшее время. А посмотрел я, значит... О, здорово-здорово. А смотрел я сериалец «Пищеблог». Об этом я говорил на стримах часто. Потому что он выходил на кинопоиски, а не на Нетфликсе. И, соответственно, он выходил с сериями раз в неделю. Поэтому уделить ему там какой-то один день, выделить и посмотреть его за раз у меня по понятным причинам не получалось. Приходилось ждать каждую неделю новую серию. Посмотрел я «Черную вдову». Ну, уже давненько, но она в кинчике шла. И вот мы ходили, смотрели. И об этом я тоже расскажу в уточне. Как мы смотрели, а о том, что я думаю о фильме. Вот. Посмотрел я «Resident Evil Infinite Darkness». А вот это уже как раз-таки жучка от Нетфликса. И посмотрел я «Кровавое красное небо». Это ужастик тоже от Нетфликса. И вот об этих четырех произведениях сегодня и пойдет речь. И начну я с «Пищеблога». Это сериал «Экранизация одноименного романа». Ой-ой-ой-ой-ой. То ли Алексея Иванова, то ли Александра Иванова. И вот тут-то я и забыл. Но благо есть у нас титр, который вот прямо сейчас вы видите на экране с параллельным именем автора, писателя. И если вдруг вас заинтересует конкретная книга, а не сериал, ну, если вы захотите ее почитать, то вот вы теперь знаете, кого конкретно вам гуглить. Или искать в книжных магазинах. Да. Значит, естественно, я обязан просто, как величайший в мире сноб, я обязан начать с того, что, товарищ пирожак, книга лучше. Поэтому, если вы умеете читать, ну, я рекомендую вам все же прочитать книгу, а не посмотреть сериал. Ну, или, может быть, посмотреть сериал после книги. Потому что он достаточно близко к тексту экранизирована. Ну, книга достаточно близко к своему тексту экранизирована. И... Твою мать! Твою мать! Да твою мать! Кто-то из вас не дышал в тот момент, когда записываете патрониделки. Я даже знаю, кто это. Это господин Миророков. Это определенно он. Короче, вот, посмотрите лучше в книжных своих магазинах книгу. И прочитайте ее. Это будет гораздо более увлекательный опыт. Если вы хотите узнать историю вампиров в пионерском лагере начала 80-х, ну, точнее говоря, конкретно даже в 80-м году. Если не хотите, то давайте пройдемся, значит, по сериалу. Во-первых, в чем история, собственно? Все события происходят в пионерском лагере в 80-м году. Ну, парнишка, пионер, приезжает в этот лагерь, чтобы, значит, затусить с остальными такими же пионерами, вожатыми, и хорошенько провести лето. Но вот беда. Оказывается, что в этом пионерском лагере водится вампир, который нападает и на вожатых, и на отдыхающих детей. Кусает их, превращает их в своих рабов покорных. И, значит, эти вампиры обладают всеми атрибутами классических вампиров. Они сильные, они боятся света. Нет, света они не боятся, я вам, кстати, наврал. Они боятся воды. Так что не всеми далеко атрибутами классических вампиров они обладают. Ну вот. И они подчиняются прям беспрекословно, там какая-то ментальная, телепатическая связь или типа того, они подчиняются тому, кто их укусил. И, соответственно, чем им больше, тем большую угрозу они представляют. Пацан, значит, узнает о существовании вампира. Сначала не верит, потом верит. Втягивает во все эти паранормальные, сверхъестественные, чудовищные разборки еще пионер-вожатого. Это второй главный герой романа, ну, и сериала, соответственно. И вместе они оказываются в очень похожей ситуации, значит, у пионер-вожатого есть возлюбленная, ну, на месте, прямо здесь, в лагере, которая становится, у Кушну, которую укусает вампира, она становится его рабыней. И у пацана есть возлюбленная, ой, я вижу рифт, ща-ща-ща, которую грозятся покусать, но пока что не покусали. И, в общем, им нужно объединить свои силы, чтобы вампира этого, во-первых, вычислить, а, во-вторых, каким-то образом побороть. Ну, и чем они, собственно, занимаются, весь сериал. И все это происходит на фоне лагерно-пионерской жизни. И это первый, наверное, большой и классный плюс сериала. В книге то же самое было, то есть там тоже очень классно была передана атмосфера. Но в сериале с этим справились, наверное, даже чуть-чуть лучше, потому что все-таки визуальные образы, они проще воспринимаются, чем текст. И когда ты видишь все эти пионерские галстучки, когда ты видишь эти вот, блин, неправильно сказать, бараки, блин, а как это сказать же правильно? Ну, в общем, эти вот дома с палатами, с комнатами, где живут парни, девушки, отдыхающие пионеры. Эти умывальнички, это меня больше всего умилило, если честно. Умывальники на улице, где нужно, проснувшись, куда нужно идти, умываться. И это, ну, все настолько аутентично, настолько классно соответствует тому, что я помню, когда я был в пионерском лагере, это было один раз, я не буду скрывать. И впечатления у меня достаточно смешанные были от проживания, от пребывания там. Но оно прям, ну, вот, один в один. И это, блин, да, это ностальгические такие, знаете, чувства. Он во мне пробудило, когда я смотрел сериал. И более того, тут еще нужно отметить очень классно переданный дух времени. То есть, еще раз повторюсь, события сериала происходят в 1980 году. Ну, я был в начале 90-х в лагере, но я не сильно, точнее, думаю, что не особо в белорусский лагере начала 90-х отличается не сильно от советского 80-х, учитывая, что мы-то подстаем немножечко от цивилизации, тут у себя в нашей картофельной ботве. И... Ладно, ничего не буду брать. Вот. И дух времени, он очень круто передан. Единственное, что я, вот, честно, не помню, было ли так много в книге, как это сказать правильно, было ли так много там поклонов западной культуре, музыки, в частности, здесь ее очень много. Вот я не помню. Это точно там было, но в таком ли большом количестве, как это показали в сериале, я не уверен. Потому что здесь прям все до единого персонажи, ну, положительные, они прям все меломаны, все наизусть знают песни западных исполнителей и в целом такие вхожие в масс-культуру западную, ну, в поп-культуру, точнее говоря. И, ну, вот это единственное, наверное, что показалось мне несколько странным, но, блин, ну, может быть, оно все действительно в те времена таки было. Вот за это я не скажу вам, конечно, потому что, ну, я уже был слишком стар в то время и молодежной культуры я не особо интересовался, ребят. Да. Так вот. Это сейчас я нахваливаю атмосферу времени и то, как изображен лагерь и жизнь в пионерском лагере. И, ну, здесь мне вообще придраться. Не к чему. Все передано довольно точно и прям я ностальгировал. Было классно. Что касается сюжета и его каких... Ну, во-первых, это, естественно, вампиры, это хоррор. Так как это подростки, то там особо, конечно, не развернешься, и кровь кишки, мозги кости во все стороны там такого нет. Ну, то есть без гура сериальчик, да и книжка особо без гура. Ну, вообще без гура, если быть точным. даже с учетом того, что, блин, ну в какой-то степени можно сказать, хотя нет, я угадал, я не назову, потому что здесь в сериале какие-то книги присутствуют половая ебля и в сериале ничего не стали цензурировать, и все. Ну, блин, довольно откровенно вы сразу же представите себе слишком взрослые какие-то фильмы, если я скажу, что довольно откровенно там все показывают. Ну, здесь нет, просто присутствуют обнаженные женские груди в достаточно большом количестве. Правда, они не те же, по-моему. Ну, ладно, не суть. Что-то я отвлекся, простите. Вот. Блин, о чем? Блин, вот вечно как о грудях женских начнешь говорить, так и мысль основная теряется, черт возьми. Значит, о чем я... А, да. Сериал для своего жанра даже со скидкой на то, что там главные действующие лица подростки, и, в общем-то, его можно было бы посмотреть, наверное, подросткам, а может быть, даже есть какая-то цензурная версия там без груди и так далее. Кому она нужна, я слабо представляю, но возможно она есть. Я, на мой взгляд, он мне очень страшный. Как-то вот в книге, в общем, такой налет безысходности, когда зло смыкало свои... Ой, а что так быстро-то выход? Когда зло вокруг главных героев смущалось уплотнее, там было такое, что вот, типа, тлен, безысходность, всем пипец. В сериале этого не чувствуется. Как-то вот все слишком легко. Ну, понятно, что книга очень большая, сериал, ну, хоть и, как я сказал, достаточно близок к тексту, но далеко не все там удалось. Точнее, не удалось, они далеко не все решили авторы показывать сериалу, что было в... И вот некоторые моменты, как он окажется, на атмосферу, вот эту вот, которая должна все-таки присутствовать в хорроре, если он все-таки хоррор, а не какой-то развлекалого, она... вот не хватило, короче, было не страшно, и, на мой взгляд, это для сериала ну, блин, большой минус, потому что, если вы собираетесь пугать какими-то очень жесткими вампирами, то, блин, ну, давайте, пугайте. То есть, я не прошу показывать мне еще раз, Гура, не прошу показывать, обойдусь, как бы, посмотрел все уже, но что-то как-то атмосферкой можно было бы и поиграться с атмосферкой, можно было бы поиграться более тщательно и... давайте-ка сюда сничок и нагнать страху побольше, вот, и какой-то тоске, но, с другой стороны, учитывая какой-то тухляк, в принципе, в отечественном жанре ужасов, даже то, что показали в пищеблоке, это было очень даже неплохо. Вот. Так что, если вам хочется какую-то мистическую, наверное, скорее, мистико-приключенческую историю про вампиров в декорациях советского лагеря, то пищеблок я бы вам порекомендовал посмотреть. Но еще раз, если только вы по какой-то причине не умеете читать, если умеете читать, то возьмите книгу, книга вам зайдет, я думаю, гораздо больше. А, да, и вот, блин, я не говорю о политике, как вы знаете, но в последние пару дней я сталкивался с мнением, что пищеблок засирает как бы немножечко Советский Союз, ну, потому что и главные герои такие склонны к больше западной культуре, и в целом так показано все вот это, ну, в чем фишка, короче, ладно, я немножко спойлерну, но это очень минорный спойлер, так что не бойтесь, звук не выключайте, и видео ни в коем случае не выключайте тоже. Укушенные вампиром становятся очень правильными, то есть, если это был хулиган, то после того, как его кусает вампир, он надевает пионерский галстук и в целом старается вести себя очень сдержанно и прям такой весь он супер-пупер правильный, там, чуть ли не почетный член Тимура и его команды, но, блин, почетный член Тимура и его команды, ой, как это плохо прозвучало, но из песни слова не выкинешь, вырезать эту неловкую шутку я не стану, и ну, я слышал критику касательно того, что вы, значит, пионеров показываете побезвольными рабами системы, бла-бла-бла, но это каждый раз, когда речь заходит в Советском Союзе, такие, вот такую риторику можно услышать, так вот, забейте, короче, в сериале достаточно честно обошлись, если на то пошло, и с коммунистами, и с коммунистами, короче, со всеми там обошлись, ну, и всем и выдали респект, где нужно, и всех немножко подобосрали, где они того заслуживали, так что какого-то перевеса какой-то из сторон, на мой взгляд, там не было, вот, и если вас, ну, прямо у вас горит жопа, когда там, допустим, восхваляют коммунизм, то можете успокоиться, там этого не будет, и если у вас горит жопа, когда наоборот что-то происходит, то тоже можете успокоиться, там этого не будет, то есть, ни восхваления особо, ни каких-то порицаний вы не найдете, вот так будет лучше, ну что, плюс один, давай, 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 спасибо большое, спасибо, я сегодня, когда проснулся, я первым долгом, как я и говорил вам на стримах, помолился богу рандома, чтобы он мне рандом приносил хорошие вещи, хорошие аффиксы на роллах, и вот это вот все, и видите, видите, как все круто получилось, так что, делайте так всегда, слушайте старого дедушку, хуйни не посоветуют, определенно, вот, в общем, все, с пищеблоком закончили, я знаю, что по вишкам, но я не хочу спойлерить, и в принципе, я буду от спойлеров уходить, все-таки, это не подробный разбор, такое импровизированное мнение, чисто, чтобы потрендить, ну вот, дальше, Черная Вдова, Черная Вдова, ой, Черная Вдова, вот, Черная Вдова, это, ребята, полный кошмар, в особом представлении она не нуждается, думаю, все вы знаете, кто такая Черная Вдова от Марвел, кто такая Скарлетт Йоханссон, короче, вот, Черная Вдова, в Черной Вдовы вышел сольник, сольники, обычно, это прям для персонажа очень круто, потому что, значит, персонаж получает, свой собственный фильм, где может блистать во всей своей, значит, собственной красе, как правило, так и происходит. Но, Черная Вдова, это очень странный сольник, во-первых, он вышел после того, как Черная Вдова померла, я думаю, что это не будет спойлером, потому что это произошло, по-моему, в Войне Бесконечности, если мне память не изменяет, ну, там она пожертвовала собой, так что, вот она, померла, и потом нам такие говорят, нет, ну, вот, давайте, короче, мы вам покажем сольный фильм о персонаже, который помер, и, ну, типа, типа, зачем? Ну, ладно, есть же, как бы, сериал про Локи, его очень хвалят, но я еще не смотрел, ну, посмотрим, что там наснимали, как бы, Локи тоже помер, но сольник про него, ну, реально нахваливают, ну, сольный сериал, и, ну, давайте я забегу вперед и скажу, что вот там, как бы, Дисней и Марвел Студио справились, а тут, как бы, хер пойми, топорный не хочу, поэтому возьму темную силу, надеюсь, я об этом не пожалею, вот, значит, в чем у меня претензия к черной вдове? Ребята, это абсолютный, вот, абсолютнейший филлер, который вот вообще не нужен ни зрителю, ни кинематографической вселенной Марвел, я, если что, шарю за кинематографическую вселенную Марвел, будьте уверены и спокойны, вот, прям, я все смотрел по очень много-много раз, и расхожего мнения о том, что это кино-жвачка, ну, хотя, да, это, конечно, кино-жвачка, но она достаточно интересная, чисто вот, когда хочется что-то посмотреть, такое, не напрягающие мозги, фильмицы, ой, на что-то у меня прям заваливают легендарками бесполезными, то, МСУ прям идеально он заходил, да и в целом интересно, чего уж там, вот, но черная в 2 МСУ не нужна, и зритель, ну, ладно, мне тоже она не нужна, это, это, ну, какой-то совершенно бесполезный фильм, как с точки зрения повествования, потому что, я еще раз повторюсь, персонаж уже умер, мы знаем, что он умрет, зачем вы нам рассказываете историю, которая ни на что не повлияет в развитии, в развитии вселенной, Марвел, все уже, ничего не случится, вдова Рип, до свидания, не знаю, в общем, это супер-мега странное для меня решение было, но, по-моему, у Йоханссон просто был подписан этот контракт на сольник, и пришлось, как бы, Марвелу снимать, плюс, сейчас, 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 я напрягу свои извилины, так, первая, вторая, третья, все напряжены, да, по-моему, сольников, а, да, да, не было сольников, женских сольников у Марвел не было, ну, женских супергероин, был человек, муравей и оса, но это, как бы, не то, а вот прям сольников, сольников не было, ну, и вот, значит, нужен был сольник, как и когда-то по политическим причинам потребовался сольник черной пантеры, и знаете, что, в сравнении с, фух, в сравнении, блин, он его все-таки втащил, но стрик у меня есть, стрик у меня есть, так что пофиг, короче, в сравнении с черной вдовой, черная пантера прям охренительно крутой фильм, хотя, конечно, он не охренительно крутой фильм, он полное говно, но, и не потому, почему вы подумали, он просто говно, так вот, сравнение с ним черная вдова смотрится в сто крат хуже, я не думал вообще, что это возможно, но это возможно поймите, ребят, Черная Вдова получила сольный фильм где она главная героиня она движитель сюжета она должна получать мотивейшн какой-то пауэр и значит развивать историю нет, нет, нет и еще раз нет, Черная Вдова Наташа Романов с Карлетт Йоханссон в своем сольнике выглядит таким же второстепенным персонажем, каким на фоне, ну ладно, каким она выглядела в других фильмах Марвел, в которых она появлялась, то есть во втором Железном Человеке она была второстепенным персонажем на фоне Тони Старка в Другой Войне она была второстепенным персонажем на фоне Капитана Америки во Мстителях она была второстепенным персонажем на фоне других более клевых мстителей и классная внешность и вот эти все ее короче такая специфическая мимика как она подмигивает ну короче вот она персонаж филлер второстепенная и максимальная и в своем фильме собственно она выглядит таким же второстепенным персонажем на фоне своей сестры да, главная героиня черной вдовы, не черная вдова хотя там как бы она тоже черная вдова это типа названия супершпионок короче, которых там злые русские готовят значит и вот есть у нее сестра Елена и на фоне этой Елены которая играет Флоренс Пью, не ем, а пью попрошу обратить ваше внимание на этот немаловажный фактор она выглядит филлером то есть сюжет вперед двигает Елена самые коры мочит Елена экшн-сцены как-то раскручивает интересно Елена а черная вдова Наташа Романова просто есть в кадре чтобы вы не забывали что она вообще в принципе где-то в сюжете присутствует и ой-ой-ой, тихо-тихо и что она в общем-то тут главная героиня ну такой она, повторюсь, не выглядит и вот что еще не понравилось? ну вообще не понравилось все ну кроме возможно первых двадцати минут потому что первые двадцать минут открывающие секвенсы вот это все они ну вот кое-как смотрятся там как бы нам дают экспозицию на черных вдов на вот эту организацию которая их готовит из маленьких девочек они готовят супервелитных шпионов убийц ну а дальше начинается вообще форменная скукотища экшн прессный вымученный диалоги это просто капец ну ну зачастую в фильмах мы можем слышать нереалистичные диалоги то есть ты их слышишь как разговаривают главные герои и думаешь блин ну люди так никогда в жизни реально между собой не разговаривают но если вдруг вам когда-либо потребуется пример таких диалогов вот вы можете посылать людей за этим примером или сами обращаться к черной вдове это просто как-то ну ну просто кошмарно ну люди не разговаривают так как разговаривают вот главные герои этого фильма это кошмар не знаю кто писал он диалоги не знаю виноват в этом оригинальный фильм ну то есть оригинальные диалоги или это трудности перевода но это просто ужасно и три из четырех диалогов звучащих во время которые вы слышите во время просмотра они просто заставляют фейспалмить нон-стопом по фиде это блин как неудобно сейчас этот фонарик еще здесь лопнет а хотя нет здесь недалеко бежать от телепорта ладно нормально в общем это ужасно вот что еще хуже ну плохих диалогов это чрезмерное количество юмора такое ощущение что черную вдову даже не пытались снимать всерьез ну то есть чтобы вы понимали я когда-то уже вроде когда рассказывал о каком-то из фильмов Марвел говорил что мне нравится в фильмах Марвел то что они снимают каждый фильм свой большой в разных жанрах то есть понятно что мстители это эпики супергеройский такой капустник с супер крутым каким-то злодеем и так далее то вот отдельные какие-то фильмы они все в разных жанрах снимаются ну объединенных супергеройской тематикой так вот такое ощущение что черная вдовая должна была быть комедии супергеройской и я вообще не понял почему зачем то есть все 90 процентов шуток крутится вокруг как это правильно сейчас сказать сейчас сейчас я выражу скажите правильно вокруг того как пафосно театрально ведет себя черная вдова то есть ее сестра Елена постоянно ее на этот счет подкалывает и вторая порция шуток оставшиеся крутится вокруг советского капитана Америка который как бы вообще не капитан Америка он толстый неряшливый то есть он да тоже очень сильный это типа советский супер солдат вот он очень сильный но он такой бухающий по-моему бухающий ну конечно же он же русский супергерой конечно он должен бухать клюквы кстати предостаточно тоже в черной вдове будьте уверены не сомневайтесь вот и вот у нас две вехи юмора черная вдова которая там как то что то делает и бухающий супер солдат русский вот и этого прям много этого в избытке чрезмерно много прям кошмар я знаю я знаю о чем вы сейчас подумали о том что я слил себе бабло на неудачные роллы типа бог рандома меня подвел но нет нет просто он усыпляет мою бдительность чтобы наградить меня чем-то достойным потом стопудово таки есть да 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 главное в это верить вот в общем кошмар юмора ну прям пипец как много ну ладно справедливости ради некоторые шутки были неплохие но в целом перебор на мой взгляд ну что ужасно помимо этого тотальный слив самого главного злодея это наверное первый фильм Марвел где главного злодея блять на экране 10 минут на 2 часа или даже больше чем 2 часа главного злодея в кадре 10 минут 10 минут из которых знаете что он делает нет он не дерется ни с кем он просто болтает и такой я я главный злодей и я вам всем так сказать покажу еще кусики ну мать не хватает ему только туфли и значит трибуны по которой бы он стучал ну естественно он никому ничего не показывает он помирает жизненько обосравшись и все фильм на этом заканчивается ну почти там еще сцены после титров и это была первая сцена после титров с которой мне хотелось если честно уйти потому что ну я думаю ну раз фильм такое говно то что там ждать от сцены после титров и в общем то ну да сцена после титров тоже была говно насчет сливов ну хотя весь фильм состоит из сливов но еще слили Таскмастера Таскмастер это типа суперзлодей иногда антигерой он там в комиксах некоторых появлялся я читал один какой-то комикс про него тысячу лет назад во-первых он был мужиком здесь эта девушка ее играет Олега Куриленко кстати говоря вдруг это важно вот и если там был талантливый чувак который действовал сам у него были свои мотивы то здесь то здесь это девушка которая блин это спойлер ну вообще я думаю вам насрать какими вот то здесь это девушка которая действует вообще не по своей воле а и это просто кошмар типа они взяли очень клевого персонажа сменили ему пол и сделали его хуже чем он был когда был мужиком то есть это какой-то бред бессмысленный на мой взгляд но босса Марвел виднее вот в общем как-то я очень долго рассказывал о пищеблоке у меня заканчивался уже забег у меня остался до локации босс поэтому давайте я так скажу в целом Черная Вдова не стоит вообще не стоит потраченную на нее времени и что интересно я никогда не жалею по ходу кино типа ну о деньгах которые я там трачу потому что ну все таки этим я провожу какое-то время как прекрасно вот но она даже не стоит этих вот скольки там 15-20 рублей белорусских которые я потратил сходи в кино ну потому что ну вот она просто отстой но но если вам нравится задница Скарлетт Йоханссон а многим она нравится если вам она нравится крупным планом через каждые 10 минут времени в фильме то ну тогда сходите посмотрите ее там много чрезмерно много как и гумора и это очень странный феминистский фильм в котором персонажи женские персонажи хуже тех которые были мужчинами в оригинальных произведениях и концентрация женских задниц на экране зашкаливает короче я не знаю зачем этот фильм был снят и кому он нужен это ужасно как ужасно кстати говоря и следующее произведение о котором мы поговорим и которое меня с таким труд в меня таким трудом заходило с трех попыток это резиденты в infinite darkness это просто пипец это полный филер как и черная 2 у меня сериал вообще куча вопросов но главный из них звучит так почему такое говно и я у меня нет ответа на этот вопрос хотелось бы сказать возможно потому что это Netflix но блин там же Capcom тоже приложили свою руку они же как-то там что-то должны были как-то консультировать следить за тем чтобы качество соответствовало играм серии и так далее но нет сериал полное говно вот я не понимаю зачем сериал вернули в прошлое все серия игровая ушла у нас есть седьмой резидент у нас есть восьмой резидент можно по-разному к ним относиться но они развивают игровую серию они показывают новых героев новые события они показывают что происходит дальше сериал какого-то хрена вернулся в прошлое он развивается где-то между событиями четвертой части Леон уже спас значит эту дочку президента и событиями Revelations 2 где Клэр попала в тюрячку на острове вот зачем зачем это было делать ну как бы Леон и Клэр окей мое почтение ты культовые каноничные персонажи они классные да да ну хватит ну хватит ну правда же их много вот и слишком и то как их показывают во-первых Клэр в сериале нахрен не нужна ее там вот как главного злодея в черных древе на десять минут за полтора часа показывают и только для того чтобы она там аааа Леон ты так изменился Леон ну короче поныла немножко вот Леон это какой-то пипец Леона сделали вообще сверх вот я вам отвечаю сверх нахрена амбрелы и все эти вот ваши корпорации зачем они разрабатывают биологическое органическое это БО короче оружие когда есть Леон возьмите клонируйте Леона вырастите 20 таких Леонов и все и у вас раса сверх людей супер солдат в одном флаконе просто зачем он ну да нелепого силен он все убивает всех убивает у него миллиард айкью короче смотрится бредово сюжет скучный Леон ты знаешь что он всех победит во-первых Жезарубий в Белом доме когда он разваливает миллионы ну не миллионы но несколько десятков зомби даже не глядят о них в некоторых сценах ты уже понимаешь что это просто будет прогулка на изи для него сюжет не цепляет какие-то непонятные персонажи которые не влияют никак я не помню чтобы к ним были какие-то отсылки в играх типа зачем они нужны то есть какой-то маленький конфликт Кэпком авторы сериала вы выдумали какой-то новый маленький конфликт в который значит вписывается Леон и который просто всех побеждает по щелчку пальцев буквально короче какая-то вот херня финальная заруба ну во-первых сериал очень дешевый вот правда я не знала дешевая не знаю сколько у него было потратили но анимации господи в некоторых частях старых резидента катсцены ну не катсцены а синематики выглядели лучше чем в 2021 года сериале как им седжайном просто ужас фансервис блин он меня очень бесит фансервис в сериале очень много фансервисов в виде отсылок к играм но он настолько пленный что вместо того чтобы вот казаться фансервисом знаете как он выглядит типа вот смотрите 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 да мы настоящий резидент смотрите мы настоящий резидент честное слово любите нас потому что мы резидент evil фанаты резидент evil любите нас ну дрянь вот просто дрянь да да infinite darkness не худший резик вне игровой серии ну то есть в фильмах и в седжайных мультиках это не худший резидент evil да но только потому что есть вот пол андерсон милоёвович и вот их вот это вот говно серия которые ну хуже которые сложно что-то придумать вот они обосрали кинофраншизу и они как эталон кинообсерства еще долго будут мной упоминаться когда я буду заходить когда я буду заводить речь о резидентах вот но только поэтому infinite darkness не худшее что я видел в остальном он просто ужасающий плох и если вы не хотите тратить свое время и опять таки деньги там на подписку от нетликса то не рекомендуем ни в коем случае вот о кровавом красном небе мы поговорим в следующий раз потому что потому что коллекционеру виллы коллекционеру виллы и и на этом и на этом все спасибо большое что досмотрели до конца спасибо огромное что дождались или дождались этих патронделок я очень вам благодарен что вы продолжаете их смотреть и ждать несмотря ни на что несмотря на то как редко я их выпускаю я обещаю что я исправлюсь и буду делать это чаще все подписывайтесь на мои каналы чтобы убедиться в том что я не в руль действительно исправился и выпускаю чаще жмите колокольчик ставьте лайки пишите в комментах если у вас есть какие-то иные мнения по поводу тех произведений о которых я сегодня рассказал с вами был старпер всем счастливо